здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 14 мая блогер из перми как бы бывший бессона попали бессонов алексей борисович но вы знаете вот сегодня мы вообще живем достаточно закрытом обществе на самом деле чтобы вы знали и как вы понимаете вот у изобилия информации которая видимо в обществе витает на самом деле только не компенсирует его нехваткой да ведь собственно говоря смотрите и в этом же с этой разведкой сейчас сделаю всех разведчиками что она ищет в основном в столицах они осторожны посольства чем занимаются она ищет информацию информацию то есть все политическую информацию это является так сказать золотым звеном любой разведки нужно знать что происходит когда на самом деле большинство людей не так информирует не так понимают что происходит я из разных источников кстати мы в этом плане сильно проигрывали уступали американцы у нас все-таки много вещи были очень идеологизированные я вам хочу даже больше ну КГБ не занималась но тем не менее КГБ не знала что происходит внутри страны они не знали что такое преступность это при Горбачеве начались уже вот сегодня говорят уже я вам хочу сказать что при Горбачеве КГБ начало активно с бандитами их шаться и далее когда начали кооперативы создаваться вода начали бандитов привлекать к выполнению тех иных аспектов раньше все-таки функции были немножко другие но и система безопасности она проходила тоже своей определенной эволюции да одно дело как бы 30-х годов и там кстати берия многих выпустил незаконно осужденных он провел очень серьезные реформы движение вот во время войны партизанское движение все благодаря ему кстати самый выдающийся министр безопасности всех времен был лавренти берия за всю войну ни одного тиранда совершенно воинопрасно его так сказать хают и так далее он был на своем месте да дальше там вообще был Игнатьев не даже одно время был по-моему Игнатов я не помню сейчас вспоминать ребенок был кстати не аттестован так сказать и так далее потом основной аспект был на местах ну помимо объектового принципа это вот Андропов когда пришел в конце семи шестидесятых это вот борьба с инакомыслием и так далее тогда же Суслов готовил закрыли реформу реформу Косыгина тогда же так сказать Суслов начал готовить потом была статья 6 в конституции и так далее то есть общество сильно очень менялась корабль управления государством очень менялся и между прочим большинство граждан историков юристов они не понимали что происходит ну и в разведке что вы думаете в КГБ все понимают что полковник знает что происходит да нет конечно это он так сказать знает свою работу а на самом деле вся информация у нас в администрации президента там мозговой центр но тем не менее вот сегодня отставка Суркова все комментируют и играет что-то раскол элиты это очень не опасно почему потому что на самом деле и вот по большому счету перестройка же тоже был определенный этап раскол элиты да когда после вот вы знаете на самом деле история России еще не написано история пишется лет через 50 правильно вот для меня например я чем больше разбираюсь общаясь с людьми все больше и больше читаю в загадках вот реформы Косыгина почему почему наши вошли в Прагу это уже совершенно не лежит ничего на поверхности это кажется что все просто и реформы Косыгина в общем-то так сказать они спасали страну совершенно очевидно там 10 процентов был рост третье пятое и в общем так сказать они именно делали упор на развитие легкой промышленности и так далее то что и нужно было делать более того кстати при Косыгине готовили приватизацию ну совершенно не тот который провел Чубайс там все это другая была приватизация то есть реформа Косыгина это не тот был внутренний импульс к социализму который вводил элементы рынка и так далее но потом она в 65-71 шла но в 68 году когда вошли в Чехословакию а дальше просто ее фактически похоронили но вот эту информацию тоже владеет ограниченный курс Курклиц владеет аппаратчики ЦК КПСС владели ну может быть из МИДР сотрудники ну может быть профессора историки столичных кузов КГБ так далеко не копало КГБ КГБ ну она собирает информацию она не способна анализировать вы совершенно напрасно вы так сказать наделяете какими-то сверхсилами КГБ нет она просто собирает информацию известными способами кстати мы в этом мы и проиграли американцы же пошли наш дальше когда после войны создавали ЦРУ что они сделали они практически ЦРУ привязали к кафедрам университетов да и Пайпс Рычерпас вот русский отдел возглавлял и так далее и они так сказать смогли нас проанализировать посмотреть в нашу элиту посмотреть и нас выиграли обыграли в шахматы просто а мы так сказать имея такую странную армию имея так сказать все третья пятая экономика в мире имея огромную армию на промышленный комплекс мы или ты ее просто сдала и вот Горбачевская перестройка сегодня тоже очевидно что это была просто сдача страны и попытка элиты забрать собственность и так далее и роль Зюганова тоже тут очень много вопросов вызывает чтобы вы знали Зюганов пришел вот я смотрел внимательно в Яковлю пришел да в 87 году в ЦК КПСС пришел где-то ему было примерно вот 40 лет 43 года вот да и работал у него я не думаю что если бы он из Орла пришел если бы он был ярым противником перестройки и так далее и так далее дальше когда практически Горбачев уже рушил страну выпускали многопартийные создавали этот он появился на политическом арене он оттянул на себя вот НПСР оттянул и так сказать на базе НПСР мог бы создать мощное оппозиционное движение силу оппозиционную мощную но тем не менее он ничего это не создал тем более он дорожил в одном подъезде с Ельцином поэтому так же делают ведут себя оппозиционеры и в 96 году я почему когда уходил с скандалом уходил Ельцин и так далее я тоже попался на его ключок я думал что Зюганов все таки он победит тогда он победил в 96 году и у Ельцином было 2% и война в Чечне и ну все ждали что будет Мюрунберг и так далее ну вот мне кажется его роль еще до конца не понята мне кажется что это был тот казачок который так сказать и держал оппозицию в том рамках которых ее нужно было держать ну это мои догадки хотя для этого и все основания ну бог с ним ладно это так сказать тем более что всей информации я тоже не владею тем не менее есть очень интересный факт ведь вы понимаете Горбачев подписывал договора об одностороннем снятии говорят с дежурств ракет стационарных вот этих но там есть как называемый фосмажор то есть они не исполняются эти договора если там внутри страны революции и так далее и вот события 93 года они приостановили действие артификации этих договоров поэтому тоже непонятно не все так ясно так сказать 93 год что это было расстрел парламента или ситуацию довели специально такой ситуации чтобы не исполнять договора и так далее тут сложно сказать может быть все вместе а может быть естественно но тем не менее я вам хочу сказать что что вот сегодня есть очевидный раскол определенный в элите и раскол связан почему ну экономики то нет очевидно что экономика зашла в тупик роста никакого не будет эти три года это будут годы катастроф у них уже трещат все бюджеты и ситуации они не выйдут что касается Персской области нельзя исключать что у нас будут новые выборы и новый губернатор и новая команда все зависит от того как в Москве так сказать какая начнется игра и так далее поэтому ну вот очередная русская смута сколько их было в истории государства да огромное количество вот мы в десятилетия тихая закончилась начинается очередная смута и я думаю что первые шаги этой шмуты первые сигналы они налицо Шурков уходит до этого Кудрин ушел и так далее ну уходят люди знаковые люди на мой взгляд которые понимают что происходит кто дальше ну там молодежь осталась там Володин ну это люди с улицы что называется они до конца не понимают что происходит а эти люди все таки стояли у основы создания этой команды они эту систему создавали поэтому впереди мне кажется что все непросто очень веселые времена и первые знаковые фигуры уходят сейчас будет видимо отставка правительства потом видимо еще что то будет сегодня уже открыто говорят что Медведев стоял за болотной площадью они финансировали все эти мероприятия то есть уши начинают торчать что будет дальше посмотрим ну это все помноживается на отсутствие прохранительной системы судебной системы на отсутствие экономики и кризис тяжелейший и как из него выходить откровенно говоря мы из него и не выходили я вам хочу сказать что ни одна страна не переживает того что мы пережили за эти 20 лет там Гайдаровские реформы дефок конституция расстрел парламента воины гражданские ну это это катастрофа практически государство не должно было выжить поэтому ну вот сейчас сейчас очередной кризис это к вопросу о реформе о том что все таки систему нужно беречь ее было не рушить как это делал Горбачев но тем не менее случилось то что случилось поэтому у нас ждем 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 сначала новый политических бурь потрясений что будет как будет но что там будет спасибо ваш Бессонов Алексей Борисович